Какие меры предпринимаются для сокращения долгов по заработной плате, обсудили на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики. Задолженность по заработной плате на предприятиях Чувашской республики по сравнению с началом года снизилась на 190 миллионов рублей, однако по-прежнему остается высокой. Сегодня не выплачено около 100 миллионов рублей. И если измерять задолженность не в рублях, а в людях, ситуация выглядит примерно так. Задолженность по зарплате имеется перед более 2 тысячами с половиной человек. По сравнению с 1 января 2017 года уменьшилась эта задолженность на 6200 человек. Из них 40% это работники транспорта, 36,3% в сфере деятельности по операциям с недвижимостью, 8% это работники обрабатывающих, перед работниками обрабатывающих производ, 7,3% сельское хозяйство. В числе должников по заработной плате вновь оказалось предприятие Чуваш автотранс. Как пояснил министр транспорта, задолженность около 10 миллионов рублей образовалась за июнь месяц и в течение недели будет полностью погашена. На предприятии полным ходом идет оптимизация, сокращается численность административного персонала. С 1 апреля до 1 августа число сотрудников уменьшено более чем на 300 человек. На 1 августа число сотрудников составляет 870 человек. И на 1 сентября по нашим планам число сотрудников будет составлять 750 человек. Сокращение не касается водителей, кондукторов, слесарей, непосредственно того персонала, который занимается финансово-хозяйственной деятельностью и работает на привлечение выручки. И еще хотел бы на что обратить внимание. За три месяца проведены работы по ликвидации отдельных структурных подразделений в районах. За счет этого как раз произошло сокращение числа персонала. На местах остаются только водители, мастера, которые выпускают автотранспортные средства, а административный персонал практически весь сокращен. Высвобождаемые работники Чуваш-Автотранса, как и других предприятий, могут рассчитывать на целый комплекс мер по содействию в трудоустройстве со стороны службы занятости, отметила исполняющая обязанности министра труда и соцзащиты Лариса Арсентьева. Что касается остальных должников, на долю экономически активных предприятий приходится 20 с небольшим процентов долгов по зарплате. Большая же их часть у предприятий и компаний банкротов. Глава Чувашия призвал максимально строго следить за тем, чтобы учредители не организовывали преднамеренного банкротства. Если мы видим, эти люди опять создают новые фирмы, они сегодня реально физлицы, предприниматели могут себе объявить просто банкротом. Закон такой есть. И эта волна, она идет. Ссылки идут на трудности. Но мы должны отслеживать. Если на самом деле они недобросовестно начинают искать разные манипуляции, использовать серии схемы, то мы должны пресекать. Государственная инспекция труда в Чувашской республике с начала года провела 130 проверок по вопросам выплаты заработной платы. Выявлено свыше 550 нарушений. В течение 7 месяцев 2017 года незаконно задержанная заработная плата выплачена более 11 700 работникам в сумме 385 миллионов рублей. На совещании обсудили и итоги размещения государственных закупок и исполнения контрактов. По данным Минэкономразвития республики, общая сумма контрактов свыше 11 миллиардов рублей. Бюджетная эффективность составила 8,6%. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.